По вашим рекомендациям приобретаем книги Игнатия Брянчанинова и Сеофана Затворника. И вот дочь 15 лет пытаемся вместе читать, либо я цитирую эти издания, этих, прошу прощения, волнуются. А вот Евангелие еще не читаем. И вопрос, что бы вы порекомендовали подростку, девочке, с чего бы Евангелие начать? Может быть не с Ветхого Завета, а с какого-то определенного, от Матфея, от Луки? Конечно, нужно читать чтение Евангелия, а не Ветхого Завета. Очень многие люди, которые начали с чтения Ветхого Завета, скоро не только многие отказывались, а впадали в негодование. Потому что особенно, когда доходили до истории еврейского народа, как он из Египта, как он завоевывал окружающие народы, с какой жестокости это совершалось, и какие дальше целые, сколько ужасов творилось. Так, то они вообще говорят, это что такое? Где ж тут Бог? Для того, чтобы понимать Ветхий Завет и правильно его понимать, необходимо сначала нужно изучать Новый Завет. Но Новый Завет, вы говорите, с какого Евангелия? Ну, я думаю, не от Иоанна. А дальше любое из этих трех Евангелий – Матфея, Марка или Лука – это не имеет значения. Потому что они, в общем-то, говорят все одно и об одном. Здесь нет таких вот вещей, которые есть у Иоанна Богослова. Вот, но, скажу вам так, нельзя просто так читать Евангелие. Нужно обязательно читать толкование. Обязательно. Поэтому нужно приобрести себе толкование на Евангелие. Хотя бы, ну, хотя бы самое простое – феофилакта болгарского. Хотя бы это, где вы найдете объяснение многих вещей, не всегда понятных при чтении. Хорошо Иоанна Златоуста иметь. Хорошо обязательно иметь феофана Затворника толкование на послание апостола Павла. Это очень хорошо. Епископа Михаила. Я просто называю те толкования, которые действительно многое открывают нам из того, что неясно бывает при чтении.